Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в Минск на очередной матч регулярного ЧУК Канадов НБ от Кахейла. Очень интересный матч на самом деле, поскольку встречаются Минская Динамо и Нижегородская Торпеда. Уже далеко не первый очный матч между этими коллективами в регулярном чемпионате. Сыграть может в этой роли Иларион. У Барони играют Михаил Орлов и Антон Силаев. Линч в центре, есть пространство и счет на передаче и гол. Торпеда забивает спустя полторы минуты после первого вбрасывания. Он вбрасывание выиграл, даже партнеры поборолись за шайбу. Удалось продвинуть ее вперед именно Линчу. Ну и посмотрите, как здорово отыгрался он со Кириллом Воронином. Пас налево, дальше подрабатывает шейба коньков Воронин. И по сути праворуково, наверное, не очень удобно бросать. Но Линч подстроился и попал из-под Каудеса. В роли с автора, потому что они там отыгрались как раз с Винчем. В случае с... Именно так, еще один гол. Неважно, что по статистике, потому что торпеда забивает вторую. Это его первый гол за нижегородская торпеда. Вновь быстрый выход из своей зоны. Перевод на правый край. И, казалось бы, ситуация вполне безобидная. Но вот таким броском отличается от борта игрок нижегородского торпеда. Олег Ли переводил шайбу. Я так понимаю, от конька Кирсанова она залетела. Да, потому что бросал Шавин. И в итоге Кирсанов забивает свой первый гол в карьере фон Бетт Хэл. Меркли. Перевод назад. Хэмилтон, пауза. Горбунов бросает низом рикошеты на месте. Кульбако. Пожалуй, самые неприятные броски для любого вратаря, когда ты готовишься к одному. А в итоге приходится шайбу. Они отобрали. Перевод на синюю получается. Еще один бросок низом. Нет здесь добивания. А вот здесь уже есть. Со второй, а то есть третьей попытки бросит, по-моему, Волков. Денисов. Еще один пас. Мороз в ближний угол. Все вытаскивает Крюбаков. Действуя пока очень уверенно. Ну и, как показалось, все-таки Мороз бросил ближайцев. Все, поворот. Где галкибер гостей все перекрывал. Играют без единый остановок. Теперь у Кучинина шайбу отобрали. Каудис бросает, но не в створ. Отскок. Еще один за Минским Динамо. Но Стайс тоже не попал. Но конкретно здесь он не попал уже по шайбе. А вот Каудис не попал в створ. За, говорит, туда и езжай обратно в свое. Теперь сам Магдан Шептизов успел вернуться. Энос идет к воротам. Бросок два подряд. Кульбаков вытаскивает шайб. Вот они. Лидеры атаки Минского Динамо. Сэм Энос там. Теперь пытается уже Ли это сделать. Насколько перехватов. Сегодня Энос рвется. Бросает. И еще одно удаление. В составе торпеда. Все это не случайно. Все это на фоне прекрасной активности. Все вполне логично. Сизов вновь. Пас в центр. Ян. Скорь-то там передача. Еще одна. Но уже подкидкой. Тоже пока не все получается. Прострел вперед. Сам открывается. И еще один шанс имеет Мороз. Но скорее всего наиболее опасным был бы момент, если бы дошла до Горбунова. Попал прямо в Эноса. И после этого Шайба отскочила не в нейтральную зону, а осталась там. В зоне атаки торпеды еще один шанс. Кручинин бросает с чистого льда. Но я бы здесь больше внимания обратил на то, как он Шайбу обработал. И в атаке. Но разница в том, что хватило голову. Еще один шанс. Фрид с чистого льда. И все равно Энос Шайба в чужой зоне. Бросок Курбаков в игре. Бывало, даже вдвоем выкатывались на игрока с шайбой. Вот он шанс. Почти один на один. Стась бросает низом. Реагирует. Галкибр торпеда. Стась уже в воротах вместо Шайба оказался. Там упал Курбаков. И, кстати, успел подняться. Переместился. Но отчасти, возможно, повезло, что от синей линии защитник Динамо в створ не попал. В ноль шанс. И вновь у Фридса пытается добавить и Волкеп. Сыграли команды 7 минут. Еще один сейф Ивана Курбакова. Фридс, конечно, очень заряжен. Понятно, что мы говорим о мастерстве, о сильных сторонах. Но важно еще иметь мотивацию. И несмотря на то, что Фридсу 32 года он впервые. С каждой сменой, по ощущениям, все сложнее и сложнее. К гостям вот он шанс. Еще один Сатишвили после отскока. Заметьте, далеко не первый подобный отскок от лицевого борта сегодня. Ну что, давайте ознакомимся с этой прекрасной девушкой. 40. Пускай даже там в своей зоне в нейтральной, но лучше так, чем никак. Еще один пас в центр. Бауи! Какое подключение! 3-0! Было у Бауи. Причем все игроки Динамо как будто его даже и не видели. И последним оказался здесь только Калдис. Шикарный пас Линча на Бауи. И он сделал все очень грамотно. Он бросил сразу, потому что если бы дальше пошел, возможно, Калдис его бы уже оттеснил. А так Бауи бросил и забил свой третий гол в сезоне. Динамо на площадке. Сизов, Кручинин и Артамонов втроем не смогли отобрать. Сатишвили бросает вновь Кребаков. Как, кстати, у Волкива ни одного броска в створ сегодня нет. Вот не странно. Ответ торпеды. Это всегда опасно. Это Белевич. Из-под защитника в дальний угол. Денисьян. На Литунова. Вновь вперед на Яна. Как же он потянулся? Пускай и не скинул на Фирстова, но бросил. Думаю, что основная задумка была связана с передачей его дача налево. Показатель до отметки 80%. Меркли притормозил паузу. Еще один бросок рассчитывал, скорее всего, на отскок на партнера. Но Кребаков очень далеко шайбу отразил. Стараемся цепляться за каждую шайбу, да, делать меньше ошибок, цепляться также за шайбу и не успокаиваться. Счет хороший, но надо продолжать в том же духе. Квартальный турбе своей команды, которая до сих пор забить не может, но пока самое главное хотя бы отобраняться. Игра продолжается. Литянов, пас налево, тут же бросок вверхом. Гончарук мог забивать. Вот говорил я о том, что бросков не хватает в исполнении Сергея. Именно он тащит ее вперед. Ян играет еще правее на Лорионова. И вновь бросок. Ян в очень такой неудобной ситуации, в неудобном положении находился. И бросал, во-первых, с неудобной. И шайба там скорее была прям под коньками. И он попал в основном, мне кажется, в Смирнова, хотя и другого игрока шайба задело. Здесь нет ни одной паузы. Через правый борт еще один бросок. Реагирует Кребаков. Вор в этом периоде. И задержанных атак тоже не было. Липский в центр. Вот он, шансы. Кребаков вновь вытаскивает. Шайба почти оказалась в воротах. Но все-таки упала не за спиной, а как раз возле ворот. 5.20 команды играли в итоге. Здесь тоже прострел. Конюшков, стась. Вот такая борьба остается незаменчанными. Вновь бросок. Добивания нет. Вытаскивает шайбу и Кребаков. И полевые помогли. 7 минут на все про все Динамо остается. Здесь длинный пас на Борикова. Шайба дошла. Бориков, штанга. Еще один момент. Кульбаков. Все вытаскивает. Но игра продолжается. Бросок в штангу. Вроде бы момент исчерпан. Но из-под Кирсанова вылезает. Мороз тоже бросает довольно опасно. И даже здесь выручает вратарь. Формально здесь он не спас. Отчасти повезло. Но с другой стороны, брось чуть левее. Бориков попал бы на верникал в вратаря. Кирсанов на них перейдет. А мы с тобой начнем. И самое забавное, что это было в первом матче. Как раз когда Локомотив. Канюшков не смог принести шайбу. Контроль сохраняется у Динамо. Пас на право. Еще один прострел. Рикошет. Но в створ шайбы не пошло. Семена. Сверху не упал. Но сохранил равновесие. И вместе с этим шайбу. Бросок еще один. И вот теперь доходит шайба до Кульбакова. 25 секунд до конца этого матча. Следующий матч Минского Динамо тоже будет тематически. Но это матч. Еще раз Энос. Перевод налево. Стас. Прострел на дальнюю штангу. Шайба возле вратаря. 3, 2, 1. Фрит на пятак. И все заканчивается. Это игра. Очень непростая игра для Нижегородского торпеда. Но сегодня реализация была на высоте. Вы знаете, хорошее начало. Хорошее начало. То, что мы говорили. То, что мы говорили в самом начале с вами. О том уверенности, которая нужна была команде. И быстрые два гола дали нам возможность, скажем, такое преимущество в плане того, что именно психологическое. Дальше, конечно, по игре. Соперник довольно-таки плотно играл. Много атаковал. Дано большая заслуга у нашего вратаря Ивана Ивановича. И, конечно, всей команды, то, что сумели выдержать натиск и сыграть, выиграть игру на ноль. Это очень важно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.